Доброе утро! Облицовываем вот эти новогодние перспективы отдыха красноярцев при новогодние дни, сосредоточивая основных новогодних событий. Пожалуйста, Татьяна Валерьевна. Доброе утро, уважаемые красноярцы! И, конечно, надеюсь, гости нашего города тоже сегодня с нами. Мы всех приглашаем на действительно очень насыщенную программу наших мероприятий. И, конечно, всех волнует, когда же начнутся первые церемонии открытия районных елок 23-го числа. Уже Октябрьский район готов встретить всех нас. И, конечно, нет такого, чтобы в каком-то районе не было елочки. Посмотрите на сайте Главного управления культуры это расписание. И я, поверьте, искренне завидую, что теперь в Советском районе три елочки, а в Центральном две. Откуда же вторая? И вот тот главный вопрос, который всех волнует. Что случилось с самой высокой елкой в России? Почему ее нет теперь на Театральной? А мы говорим, потому что есть остров Таташев, замечательный. Ну, мне кажется, это подарок природы для нашего города. Когда в центре города есть вот такой экологический, как принято говорить, центр, который стал уже не только спортивным, но и социокультурным. Это показывает наше лето. И, конечно, вот эти зимние виды спорта, и та инфраструктура, которая сейчас с каждым днем и годом увеличивается. Поэтому 28 декабря с 16.00 уже здесь, на острове Таташев, в восточной зоне, как мы говорим, восточный парк, мы приглашаем всех на открытие елки, еще раз повторюсь, самой высокой в России. А салют и основная программа этого праздника вечернего, конечно, по традиции, с 17.30 нужно уже быть, чтобы увидеть, как поздравляет Дед Мороз, как поздравляет глава города, губернатор. Мы, конечно, скажем все вместе слова благодарности Хазрету Меджедовичу Савмену, почетному гражданину города Красноярска и Красноярского края, благодаря чьей финансовой поддержке происходят основные мероприятия, а в том числе и «Волшебный лед Сибири», который в этом году становится, вернее, является пятым, юбилейным. Вот так незаметно пролетели эти пять лет. Пятый раз уже. Пятый раз, абсолютно верно. Я сейчас расскажу, какие будут номинации. Так вот, салют состоится буквально после приветствия наших руководителей. Это где-то 18.05-18.07. Поэтому ждем всех. Надеемся, погода будет замечательная. И в этот день мы дополнительно пускаем, ну, как принято говорить, шаттлы, да, бесплатные автобусы от центра июнь до острова Татышев, да, чтобы можно было более комфортно. Парковки будут, поэтому погоду теперь все заказываем, загадываем, да, просим. И праздник с нами. Ну и «Волшебный лед» или «Зимний Суриковский», о чем расскажем? Давайте начнем с «Волшебного льда», поскольку, мне кажется, такие две параллельные истории всегда связаны друг с другом. Да, да, конечно. Не случайно сказала, что проект юбилейный, и мы с удовольствием расширили номинации, потому что красноярцы все хотели бы попробовать себя вот в мастерстве работы со льдом и со снегом. Поэтому 23-го числа на артнабережной мы не уходим от этой уже привычной зоны творческой. Мы уже открываем молодежную номинацию. Это пятница в 11 часов лучшие студенты. Почему я так с удовольствием говорю? Потому что это действительно смелые, активные, творчески настроенные лучшие студенты красноярских вузов. В этом году заявилось 14 команд. Поэтому мы встанем на верхнем ярусе, чтобы все, проезжая мимо этой уже привычной парковой зоны, тоже уже увидели скульптуры. Арт-галерея, горочка для детей, потрясающая зона для фотографирования. Вы увидите, я молчу, какая-то тема и какая-то фигура. Приходите. И 24-го в субботу мы приглашаем увидеть работы, как мы говорим, маленьких суриковцев. Это учащиеся художественных школ и школы с Кузнесть, изобразительное отделение. Ребятишки от 10 до 14 лет. 13 команд заявилось. В том числе очень приятно, не побоялись ребята лицея имени Хазрета Савмена заявить свою команду. И семейные номинации. Понимаете, вот этим гордишься, что население у нас действительно творчески активное и готовы к таким пробам. И профессионалы приедут с 3 по 8 января. Тоже на острове Татышев. Ждем всех, потому что это действительно мастера не только России, но и Польши, Белоруссии, Канады в этом году. А Зимний Суриковский фестиваль, он объединяет вот эти все начинания. И, конечно, 26 декабря мы всех ждем на открытие. Это и библиотека имени Горького. Вы увидите, какая интересная инсталляция здесь появится, посвященная биографии и творчеству Сурикова. Это и региональная выставка Союза художников нашего Красноярского отделения. И камерный оркестр подарит удивительный концерт в малом концертном зале филармонии. Это начало. Целый месяц с нами. И до 24 января, до дня рождения Сурикова, мы ждем всех, я повторяю, во многих учреждениях. Не только культуры, но и образования, не только муниципальных, но и краевых. Еще раз повторю, спасибо Хазрету Меджидовичу Саммену за эту поддержку. Наталья Владимировна, более чем привлекательны новогодние яркие перспективы. И вот это изменение в локализации главной елки, на мой взгляд, оно очень логично, поскольку, но с некоторых пор, и спасибо всем, кто этим занимался, остров Татуш стал главным местом отдыха красноярцев. Поэтому логично, что главная елка будет находиться там. Деловой центр, конечно, компактный такой, но всем будет сложно, да? Конечно, потому что много желающих приходить, и не только на открытие елки, а действительно в течение наших зимних каникул, новогодних каникул, быть вместе, всей семьей, чтобы более активно. И самое главное, я напоминаю, что мы увеличиваем количество точек питания, количество того спортивного инвентаря, который, как правило, хочется не из дома нести, а взять на месте. Это все есть, и повторяю, что будем рады выслушать. Если еще есть какие-то пожелания, смело звоните, смело пишите. Ну и здорово, когда все в одном месте, что называется, приятное с полезным. Большое спасибо за новогодние перспективы. Это сладкий подарок к кофейнике Кексы Кринзель. Руководитель Главного управления культуры администрации Костяковской Натальи Малащук был с нами. Большое спасибо. Саша, Марина, передаю вам слово.